Стояк живет. Проснулся, слава богу. Жители села Клепанбык уже забыли, что такое тишина и покой. Каждый день рядом с их селом прилеты. Стреляют и днем, и ночью, говорят местные. Страшные взрывы. Страшные взрывы. Поле горит, дома по дамбе уже это в ту сторону бахали. Но, слава богу, не попали. И самолеты, и ракеты все стреляют. Все стреляют. А люди не ходят в подвал, потому что подвал очень опасный для нас, для наших жителей. Это село – одно из живописных мест Донецкой области. До войны сюда приезжали порыбачить и полюбоваться ландшафтным парком. Сейчас сюда не проедешь. Дорога разбита обстрелами. Даже продукты в местный магазин не доставляют. Боятся. Приезжают в основном волонтеры. Вот это осколочки. Один, второй, это тоже мы при. Третий, ну, прошивало насквозь. Вот здесь, здесь, здесь. А сейчас люди там только считают и ловят прилеты, мин. Ну вот, такая уже на линии разграничений далеко от Торецка. Села Клепанбык, Катериновка, Плещеевка. В селе живут почти полтысячи людей. Некоторые выехали из-под обстрелов, но большинство остались. Люди не хотят уезжать и оставлять свой дом. Ни воды, ни газа. Свет очень часто отключают. Вот последний раз, вот было, почти около пяти суток не было света. Мы живем только за счет огородов и такого. А по-моему, ягода своя есть, что-то где-то надеемся, огурец свой есть. Так что мы еще и стараемся нашим ЗСУ помогать. По крайней мере, моя семья – это точно. Волонтеры привозят в села базовые продукты, крупы, макароны, консервы, муку, соль. Их хватает на две недели. Развозят по несколько сотен наборов, чтобы получили все семьи. Собрались нас три мариупольца. Я, Денис и Андрей. Мы занимались бизнесом в городе Мариуполь. Ну, так как пока наш бизнес остался там, мы решили, пока есть возможность, помогать людям. Проблема этих сел в том, что логистики практически нет. Магазины, которые когда-то и были, сюда товар не довозится. Даже если есть финансы, то ты их не можешь никуда потратить. В хозяйствах выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечную кукурузу. Из-за войны обрабатывать поля стало опасно, говорят аграрии. Поля горят, и много уже погорело. Гектар, больше ста гектар сгорело пшеницы. Обстрелы идут каждый день. Два дня назад было сбито то ли .у, то ли калибр. Я не специалист в этом. Загорелось поле, выгаривало, в пределах пяти гектар пшеницы. Под обстрелами тяжело, но выживаем. Дай Боже, по урожаю снять, жалко, столько труда уложено нашими аграриями. В прошлом году, говорят, аграрию в хозяйствах собирали до 100 центнеров пшеницы с гектара. В этом не смогут собрать даже половины прошлогоднего урожая. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко из Донецкой области специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.